Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Решил сегодня прогрузить током соединительные шины, они же гребенки, от различных производителей. Уж очень стало любопытно мне, до какой температуры они нагреваются при своем заявленном номинальном продолжительном токе. Который, кстати говоря, совсем не маленький и составляет у данных гребенок 63 А. В качестве подопытных я выбрал 4 производителя. Итак, первая это у нас соединительная шина ЕК, тип ПИН, штыревая, однополюсная, номинальный ток 63 А, размер 22 см. В общем, вот так вот она у нас выглядит. Далее у нас идет шина от ЕКФ, также однополюсная, на 63 А, такой же у нас тип. Кстати, данная шина, она была на 54 модуля, но для замеров я буду использовать у нее так же, как и у всех остальных 12 модулей. Дальше у нас идет Шнайдер, гребенчатая шинка, однополюсная, на 12 модулей. Вот Шнайдер Электрик, это артикул 10387, 63 А. Кстати, данную шинку уже сняли с производства, но тем не менее в продаже их еще предостаточно. Да и заменили ее на аналогичную шинку, только разрезаемую с артикулом ЕЗ-9ХП-H112. В принципе, то же самое. И последний у нас представитель от Hager, КВ-163А артикул. Все шинки имеют одинаковые параметры. Самый главный интересующий нас параметр, это номинальный продолжительный ток 63 А, при котором мы и будем замерять температуру нагрева в установившемся режиме. Как и говорил, ток немаленький и нагревы здесь должны быть достаточно ощутимые, так сказать. Что меня смутило с первого взгляда? Если вы заметили, так это то, что вроде бы все шины имеют одинаковые параметры. Тем не менее, сечения их зубьев несколько отличаются. А вернее, даже вот иековская гребенка имеет самые широкие по сечению зубья, по сравнению с остальными. Вот, видите, разница. Это я сейчас их приложил со Шнайдером. А вот у этих представителей, ЕКФ, Шнайдер и Хаггер, они практически одинаковые. Не практически, они одинаковые и есть. Технических данных в паспорте на гребенке совсем указано скромно. Тем не менее, удалось найти некоторую информацию по температурам. Например, УЭК, максимальная температура в любой точке гребенки при номинальном режиме не должна превышать 70 градусов Цельсия. Вот это уже хорошо будет от чего отталкиваться в данном эксперименте. У Шнайдера лишь встретилась информация в виде одной строчки. Номинальный рабочий ток 63 А в 40 градусов Цельсия. Как хотите, так и понимайте. Больше никаких упоминаний по температуре у Шнайдера мне не попалось. У ЕКФ и Хаггер никаких данных по температурам особо не предоставлено. Но тем интереснее будет наш эксперимент. И еще один момент. Цвет меди у гребенок несколько отличается. У китайцев, у ЕКФ, цвет более яркий и насыщенный. А вот у немцев более темный, видите? Вот слева это у нас Хаггер, а справа ЕКФ. Видите, цвета разные. Немец как бы немножко даже зелена, что ли. Ну темнее. Так, в общем, я подключил ЕКФ-скую гребенку. Чтобы удобнее было мне подключить выводы от устройства и соединить это все дело с гребенкой, я использовал автоматы BB-шные серии S200 с двойными клеммами. Видите, очень удобно получается. У этого автомата имеются две клеммы. Первая клемма это у нас как раз таки для различных гребенок, штыревых, вилочных. Ну а также для второго проводника, почему нет. А основной вывод это для уже проводников, куда я и подключил питание от устройства. Ну если вы посмотрите с задней стороны, вот видно. То есть сюда я подключил гребенку, вот. А сюда подключил вывод от устройства. И сейчас я нагружу данную гребенку током 63 А. Ток у нас пойдет от устройства, пройдет через первую клемму автомата, затем уйдет на гребенку, пойдет через всю нашу гребенку и вернется также через автомат на второй вывод устройства. Я вам показал разницу по ширине зубьев, да, вот, между УЕКовской и остальными, но забыл показать саму шину. Шина у них одинаковая. Имеет одинаковое сечение, ширину и саму толщину шинки. У ЕК такая же. Ну вот, навел ток 63 А, ну тут чуточку больше. И пошло у нас время. Время у нас прошло более 20 минут. Ток 64 А с копеечками. Вот, смотрим на нашу гребенку. И видим максимальная температура на экране 39 градусов. Вот с этой стороны, с другой. Здесь максимальная температура 41 градус. Вот, курсором веду по шинке 38, 37. Нас интересует вот эта шина, в принципе. Вот максимальная температура 41 градус. Наверное, вот здесь вот это же будет самое максимальное. Вот здесь вот. Автомат сам не сильно греется. 35 вот здесь вот. Вот такие получились у нас значения по ЕКовской гребенке. Это 41. 40-41, ну даже там местами где-то и проскакивало 42 градуса. Ну что, теперь переходим к ЕКФ. Все делаем аналогичным образом. Подключил ЕКФ. Гребенку от ЕКФ. Время пошло. Вот она наша ЕКФ-гребенка. Все аналогично. Как видим, температура у нас 39 градусов. Точь в точь, как в первом варианте с ЕК. Так, с обратной стороны. Максимальная температура 40. 41 градус. И сама шинка здесь, что у нас. 39. А может и сама шина, кстати. 39, да. Все равномерно здесь у нас идет. 42 градуса. Вот тут поближе. Максимальная. И провод тоже 39. В общей сложности у нас здесь уже настигло как раз 20 минут, как и с гребенкой ЕК. Итак, поехали. Шнайдер. Вот наша гребеночка. Это у нас шнайдеровская гребенка. 39 градусов. Здесь тоже 39. Давайте посмотрим чуть поближе. 42 градуса максимальная. Так, шинка эта у нас идет. 37. Узел соединения 40 градусов. С другой стороны также 40 градусов. И общее время у нас здесь 1190 секунд. То есть 20 минут. Температура примерно такая же. 40, 41, 42. Это у нас Хаггер. Время пошло. Хаггеровская гребенка прошло уже 20 минут. 1130 секунд на текущее время. Ну, как видим, температура у нас составляет 38 градусов максимальная. С этой стороны у нас температура 40, 42. Вот мы видим. Поближе узел соединения. Сама шинка. Вот 40, 41. Максимум 42. 40 здесь идет. 42 градуса тоже здесь. Это второе соединение. Также 42 градуса. Это у нас Хаггеровская была гребенка. Ток 64 ампера. Время 1300 секунд. То есть чуть больше 20 минут. Как вы видели, температура нагрева всех четырех гребенок у нас практически одинаковая. Ну, находится в пределах от 40 до 42 градусов. И вот как-то получается не совсем и интересно. Я думал, будет на самом деле более высокие температуры. Там градусов 70 вообще ориентировался. Согласно паспорта на Ековскую гребенку, что температура в каждой ее точке не должна превышать 70 градусов. А по факту получается всего лишь 40. Решил проверить гребенки в несколько таком, можно сказать, в перегрузочном режиме. В общем, давайте предположим, что на вводе у нас установлен автомат 63 ампера. Пусть будет там характеристика С, Д, неважно. И вдруг наша нагрузка случайным образом стала порядка 1,45 от номинала в одного автомата. То есть 91 ампер. Если вы смотрели видео про время-токовую характеристику автоматов, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю. Это условный ток расцепления автоматического выключателя, при котором он должен отключиться в течение часа. По факту это может быть и 5 минут, это может быть и 55 минут. И все это будет соответствовать ГОСТ. Ну, такие требования. Кто еще не ознакомился с видео про время-токовую характеристику, то рекомендую его просмотру. Ссылочки будут, соответственно, в описании под видео. Я сейчас увеличиваю ток, соответственно, до 91 ампера. Пусть будет 92, а тут не принципиально. И посмотрим, как же нагреется наша гребенка при таком токе. Это будет уже более интересно и более правдоподобно. Потому как такие ситуации, они достаточно часто встречаются на практике. Ну, а так как у нас все гребенки имеют одинаковые параметры, одинаковые полученные значения по температуре, то, в принципе, нет смысла проверять это на всех гребенках. Они у нас, можно сказать, одинаковые. Поэтому делаем на той гребенке, которая у меня осталась при последнем испытании. Это хагеровская. Вот посмотрим, как она себя поведет. Вот проверим заодно и качество вот этого соединения. Прошло 20 минут. Ток 93 ампера. Здесь у нас картина поинтереснее. 61 градус. Максимальная температура на экране. Причем это практически по самой шине. 62 градуса. 58. Так, здесь что? 59. Ну да, сама шина. Греется сама шина. 62 градуса. 60 градусов. Видите, нагрев. Здесь вот пятно. Оно составляет всего 50 градусов. В отличие от шины. Прошло 1400 секунд при токе 92-93. Давайте еще раз подытожим. Температура нагрева всех гребенок при номинальном продолжительном токе 63 ампера составила в районе 40-42 градусов. В режиме при токе 1,45 от номинального 63 ампера, то есть при токе 91-92 ампера, температура нагрева составила 60-62 градуса. Что я считаю вполне достойно. В связи с этим можно смело заявить, что применение гребенок вполне себе обоснованно и целесообразно. Их температура не превышает каких-либо критических отметок. Вот в принципе на этом и все. Я наконец-то развеял свое любопытство по нагреву гребенок в различных режимах работы. И с удовольствием с вами поделился данной информацией. Если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет много всего интересного. Если у вас есть какие-то вопросы, то спрашивайте, задавайте их в комментариях. Также не забывайте про мой инстаграм. Там я частенько выкладываю небольшие сюжеты, зарисовки из своих будней, которые не публикуются на канале в ютубе. Также не забывайте про наш дружелюбный чат в телеграме. Нас уже там практически три с половиной, по-моему, тысячи человек. По возможности всем стараемся уделить внимание, помочь, ну и просто как бы общаемся между собой. Такое уже сформируется сообщество, одно из самых крупных в телеграме по электрикам. Ну на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok